Наш сюжет посмотрели в Министерстве социального развития Ульяновской области. После этого Алексею Алексееву сразу же оказали комплексную помощь. Преодолеть трудную жизненную ситуацию помогли несколько структур. Узнав о том, что мужчине негде жить после пожара, ему предложили крышу над головой в кризисном центре на Цветном бульваре. Месяц назад мы рассказали вам историю Алексея Алексеева, жителя железнодорожного района, который после пожара в своем доме остался без ног, без жилья и без средств к существованию. Наш сюжет вызвал широкий резонанс. И сегодня мы приехали узнать, кто и как помог жителю Ульяновской области. По закону Алексей Алексеев может жить в кризисном центре два месяца. За это время куратор от Министерства социального развития поможет ему собрать и восстановить документы, продлить инвалидность и решить другие жизненно важные вопросы. Благодаря нашим действиям, то есть у нас работает мобильная бригада, мобильная бригада выехала по временному проживанию Алексеева. При обращении к нему мы, согласно заявительной форме, предложили ему ряд социальных услуг, которым он нуждается и которым ему необходимы были на тот момент. Это самое главное, открытыш над головой, то есть предоставление кое-какое место. Также предоставление психологической помощи, первой доврачебной помощи и также выдача сухого пайка. Сейчас Алексей Алексеев ждет продления рабочей группы инвалидности и планирует выйти на работу. Соцзащита приехал туда на даватор. Сразу решили вопрос, вот сюда меня отправили, в этот, как он называется, в грязице центр сюда отправили. Потом приехали по трудоустройству, все записали. Первые выплаты мне сделали за тот этот, за ноябрь месяц мне заплатили. Ну, за определенное время, то, что здесь нахожусь. Наш герой не планирует надолго задерживаться в кризисном центре. Он полон оптимизма и у него большие планы на будущее. Ездили насчет работы узнавать. Я только никак не могу запомнить, как предприятие называется. Ну, связано с УВАЗом. Вот так вот. То есть вы планируете устроиться на работу? Да, планирую. Вам помогают? Да, планирую. А вы какое-то обучение пройдете? Нет, зачем мне показали, то, что делать. Козырьки на УАЗик, на лобовое стекло. Благодарность Кристине Сергеевне. Она со мной ездила везде, по врачам, все. Ну, соответственно, соцзащит тоже. Да, по трудоустройству, как агентство труда. Вот им благодарность тоже. Татьяна Владимировна, не особо. Коллективы. Коллективы, да. Коллектив какому? Да, все, кто занимался. Ну, Максим Алексеевич, спасибо, что принял. Кризисный центр, в котором сейчас живет наш герой Алексей Алексеев, оказывает помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Сегодня центр рассчитан на 25 мест. За счет бюджета людям, попавшим сюда, окажут социально-бытовые, социально-медицинские, социально-юридические и социально-психологические услуги. Когда происходит какая-то трудная жизненная ситуация, то как раз для этих целей мы открыли комплексный кризисный центр на бульваре Цветном, как я уже говорил. И в рамках срочных услуг мы можем там размещать граждан после пожара, после каких-то чрезвычайных ситуаций, где гражданам будет оказана помощь и будет предоставлено место жительства на определенный срок, пока не разрешится ситуация. Обратиться за помощью в кризисный центр можно по телефону 8 84 22 21 90 87 круглосуточно и по адресу город Ульяновск, бульвар Цветной, дом 9. Валентина Никонова, Марат Микдеев и Герман Баранов. Улправда ТВ.